Берем привой, глаза привоя, это маленькая, а вот это подвой. И у нас получается в результате такая прививка. С хирургической точностью необходимо соединить в одно целые черенки от разных сортов винограда. Операция по прививанию один из самых ответственных этапов в работе виноградного питомника. От этого зависит, насколько саженец будет устойчив к болезням и быстро ли адаптируется к почве. Чтобы ускорить процесс создания посадочного материала, привитые черенки отправляют в стратификационную камеру. Камера стратификации, своеобразный инкубатор для винограда. Здесь ускоряют процесс сращивания саженцев. На все это уходит не больше 16 дней. Специально создают искусственный микроклимат. Температура от 27 до 32 градусов, влажность от 70 до 98 процентов. Человек чувствует себя примерно как в бане, но для винограда самое то. Подобный виноградный питомник первый в Краснодарском крае и крупнейший во всей России. Красную ленту на открытии сегодня перерезал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Мы сегодня все время говорим об импортозамещении. Но какое же импортозамещение, если сегодня глаза импортные. К сожалению, определенные традиции были утрачены. Но сегодня наши винодельческие предприятия будут обеспечены винным материалом из нашего винограда. Это важно и сегодня необходимо для того, чтобы мы смело смотрели в будущее нашей винодельческой отрасли. Это первый шаг в создании питомников в нашем крае. Мы планируем довести производство саженцев на этом объеке до 6 миллионов саженцев в год. Это очень серьезная цифра. И она позволяет смотреть в будущее не только нашей компании, а всему виноградарскому сообществу России. Для сравнения, в 2015 году во всей стране произведено чуть меньше 4 миллионов саженцев. Для отечественного виноградарства, открывшийся на Кубани комплекс, это реальный шанс перестать зависеть от покупаемой за границей лозы. В этом году зависимость по лозе от импорта у нас варьирует от 40 до 50%. Что касается 2018 года, то процентная зависимость будет снижаться и составит ориентировочно 30%. В 2019 год 20-15% и в 2020 год 100% питомник всю свою мощность реализует на собственной лозе. Создавать саженцы в питомнике собираются не только для личного производства компании, но и для желающих по всей России. Уже есть несколько предзаказов. В этом-то и смысл, чтобы питомник, на самом деле, снабжал, безусловно, и ваше предприятие, но и другие винодельческие предприятия нашего региона. Сегодня в составе делегации, делегации из Чечни, делегации из Крыма, делегации из Дагестана, это уже потенциальные покупатели, которые, так сказать, приехали посмотреть товар. Это потенциальные покупатели, при условии, что они после покупателей из нашего региона. Параллельно неподалеку разбивают новые виноградники. Через 3-4 года на Тамани рассчитывают сформировать кластер автохтонных сортов, то есть тех, которые выращиваются только в этом районе. Собственный виноматериал позволит как слезть с иглы импортных поставок, так и сыграть на понижение цены конечного продукта. В производстве вина доля сырья может занимать больше половины себестоимости. С открытием крупнейшего в России виноградного питомника Краснодарский край в прямом смысле становится колыбелью солнечной ягоды. Ну а места для ее посадки в регионе достаточно. Треть всех виноградников в стране находится именно на Кубани. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Темрюкский район.